С чего стоит начинать? Мне кажется, это офигенная тема, потому что мне постоянно пишут в директ Юля, мешки под глазами, Юля, носогубка, Юля, повисла века, что делать? Дайте мне упражнение, у вас есть упражнение? У меня есть упражнение. В этот момент я всегда спрашиваю, вам как бы совет или консультацию? Вот вы бы выбрали, вот вам, например, напишите, что бы вы хотели потренировать, что бы вы хотели улучшить на своём лице, пожалуйста. У каждого своё, у каждого своё. И вот я получаю сообщение в директ. Юля, у меня вот что-то вот из этого, что вы только что перечислили, проблема. Какое упражнение ты мне посоветуешь? Есть ли у вас какие-то упражнения для этой зоны? Конечно, есть. Только я спрашиваю, вам совет или консультацию? Итак, смотрите, да, это действительно такая штука была в каком-то анекдоте, что вам, вот у меня есть, например, задача или проблема. И я обращаюсь к эксперту. И эксперт спрашивает, а вам совет или консультацию? И тут вопрос, а в чём разница? Совет — это бесплатно, а консультация — это платно. И обычно все выбирают, что, конечно же, бесплатно. Типа, дайте мне совет, он бесплатен. И ответ следующий. Мой вам совет — запишитесь на консультацию. И я в последнее время именно так тоже, знаете, и стала писать те, кто спрашивает у меня подобные вопросы. А что мне делать с глазами? А что мне делать с губами? А что мне делать с носогубкой? Поймите, я могу вам дать упражнения. Да даже не я могу вам дать, вы сами их можете взять. У меня на странице просто килотонны этих упражнений. Вы можете зайти, набрать хэштег «Сайфулино упражнение» и начать заниматься просто сиюминутно. Но есть очень большое заблуждение, от которого я бы хотела вас в том числе уберечь. Очень большое заблуждение, что если у меня появились гусиные лапки, то мне нужны упражнения только для зоны глаз. Одно или два упражнения, и мне будет их достаточно. Дело в том, что одно или два упражнения вам не помогут. И это такая фатальная ошибка, это такое сильное заблуждение. Одно или два упражнения не помогут. У нас на лице настолько всё взаимосвязано, что, вот, например, мышцы, да, иннервация. И в том числе сосуды и всё прочее, да, если посмотреть на мышцы, то они все между собой переплетены. Одна мышца, она как бы переходит, переплетается с другой. Они все друг на друга влияют. И заниматься только лишь одной зоной — это, увы, заблуждение и ошибка. Можно попробовать, но дело в том, что, скорее всего, результат будет либо через очень долгое время, и вы можете элементарно его не дождаться, либо результат будет настолько крохотный, что вы его не заметите. Поэтому заниматься необходимо всем лицом. Это не значит, что вам теперь нужно полтора часа пахать над всем лицом. Нет, вы уже поняли, что нужно делать по одному упражнению на каждую зону, и вы увидите, как у вас вообще всё начинает подтягиваться, как у вас всё начинает раскрываться, улучшаться. И это факт. И это одна из самых часто встречаемых ошибок. И у нас сейчас в Академии есть такая штука, которая называется «Консультация с профессиональным тренером». Если у вас будет желание, вы можете на неё записаться. Мы её сделали в конце прошлого года, и просто оно отлично себя показало, как она выглядит. У вас, например, есть какая-то задача, да, проблемная зона. Вы ждёте, когда Юля выложит упражнение на эту зону. Начинаете делать это упражнение. Это ваш первый шаг. В этом вся суть, да. Вы можете попробовать понять вообще, ваше это, не ваше. Ну, мы к теме о том, с чего начинать стоит. Вы сначала определяете свою проблемную зону. Вы мне её написали. Вы все знаете, над чем вам нужно работать. Дальше вы заходите ко мне, например, на страницу. И смотрите упражнения для этой зоны. Вы можете набрать сайфулина, нижнее подчёркивание, упражнения. И вам покажутся абсолютно все упражнения, которые у меня были сняты и выложены за это время. Можете найти упражнения для глаз, упражнения для щёк, любые упражнения. Вы заходите, делаете упражнения для этой зоны, либо для другой зоны. Вообще понимаете, как работает гимнастика для лица. Вы понимаете, ваше это, не ваше. Нравится вам, не нравится. Странно. Получается, не получается. Хочу, конечно, предостеречь, что с самого первого раза может не получиться. Ох, как может не получиться. Упражнения бывают трёх категорий. Простые, средние сложности и очень сложные. Смотря какое упражнение вы найдёте у меня. Обычно в Инстаграме я стараюсь давать простые упражнения, либо средние сложности. Крайне редко даю повышенные сложности, потому что для повышенной сложности вы уже должны владеть своим лицом, владеть некоторыми знаниями о биомеханике, анатомии мышц. И, в общем, чувствовать, что вы делаете, и контролировать это очень чётко и точно. Так вот, вы сначала делаете эти упражнения и вообще понимаете, как вы себя чувствуете. Следующий шаг. Вы понимаете, что вы готовы двигаться дальше. И здесь самым идеальным шагом будет записаться у нас в Академии на первую консультацию. С вами встретится профессиональный тренер, выпускница. Ну, это все выпускницы нашей Академии, моей Академии, владеющими... Это профессиональные тренеры, которые владеют большим уже опытом, владеют большим навыком и которые, ну, отличились на нашем обучении и потом ещё очень много практиковали. То есть это вип-тренеры, это профессиональные тренеры с большим багажом знаний, потому что меня на всех на консультации не хватит. И поэтому мне в подмогу нужна была доблестная команда. Вы записываетесь. Эта консультация стоит 590 рублей. Девочки, по-моему, сейчас в Старбаксе кофе столько стоит, там какой-нибудь большой стаканчик или кофе с печенкой будет 590 рублей стоить. С вами встречается тренер. На этой встрече час или полтора надо посмотреть. Я оставлю ссылку потом на сайт. Час или полтора общается профессиональный тренер, анализирует ваше лицо вместе с вами, говорит, что вам нужно делать, в каких количествах, и дальше у вас есть выбор. Либо вы идёте на занятия дальше, также на этой консультации всё равно даются первостепенные шаги, конкретно подходящие для вашего лица, а также прописывается программа, что вам нужно будет делать, что вам вообще нужно. То есть вы уже имеете видение, вы имеете понимание причины появления, там, ваших, например, мешков под глазами. Потому что мешки под глазами, носогубная складка имеют порядка трёх-четырёх причин появления. У каждой женщины она своя. И давать одинаковые всем упражнения, ну, это как бы, ну, непрофессионально, наверное. И если вы действительно хотите позаниматься своим лицом, то вам нужна вот эта диагностика и полное понимание, что происходит на вашем лице. Причины появления носогубки может быть ослабление вот этих мышц, которые держат у нас щёчку, может быть перенапряжение жевательной мышцы, может быть спазм там и зажатость модиолуса. То есть там и у каждой причины, вернее, и у каждой носогубки будет своя причина. Если вы убрали причину, то ваша носогубка разгладилась. Вот это так работает. Да, всё работает комплексно. Это абсолютно верно. Когда у нас девочки обучаются на тренера, у нас там и осанку мы проходим, там тоже полностью всё разбираем, какие мышцы как влияют. Потому что там такой мир, даже, вы не поверите, но даже состояние вашего, ваших мышц тазового дна, да, мышц наших интимных, влияет на появление морщин на лице. Вот кто бы мог подумать. Но даже это у нас настолько всё переплетено, что это целый микрокосмос. Это космос. Поэтому, с чего стоит начать, я вам рассказала. Сначала упражнение на моей странице. Поняли, ощутили, отозвалось, всё. Дальше идём на консультацию, ну, как бы, по приемлемой стоимости, с профессиональным тренером, обсуждаем детально своё лицо, понимаем, что нужно делать, понимаем причины, и дальше либо уже планируем эти действия, либо, ну, я не знаю, там, понимаем, что нет, это не моё. Ну, всякое бывает.